всем привет новый день один день до моря досталось а вот выставляя генератор мы проснулись выставляя генераторы тут такие трещины в земле это из-за засухи сейчас вам покажу просто аж туда и тут этих трещин полным полно огромные такие глубокие по сантиметров 30 просто смотришь туда и как будто бы откалывается как оползень вот да это от засухи ставил генератор да скоро будет гигантские трещины будут по кусочкам земли танюша вам instagram снимает люди переживают знаете вот кто хочет следить прямом эфире где мы прямо сейчас еще что ну так остановимся где-то сняли выложили что мы здесь проснулись что он с нами все нормально раз сюда читали зрителям на читались кавычках понятно тема не подходи близко если хотите следить за нашей жизнью добро пожаловать наш инстаграм в описании видео здесь все снимаю все выкладываю жаль конечно только что минутные видеоролики дает выкладывать но ничего где сейчас в песчан за песчанокопским за песчанокопским река вот песчанокопским кайо 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 короче и как ехать на море сразу первая река да так все пустыня сахара это саванна нам тут говорит в инстаграме мы выложили что мы в сафари какие сафари вы что не знаете что это степи конечно знаем но вид такой как будто как будто бы сафари саванны знаете тянется вот еще львов не хватает и все жираф где-то там пробегающий что они у нас интересно не будет не хорошо что у нас у нас у медведей и волков хватает привет поможет Спишь? Мы пока отсюда выберемся, пол дня пройдет, сплю. Надо где-то по пути стать покупаться. На море. Нет, на море еще далеко. Мы же хотели ехать, кстати, сразу туда, в Ейску, на Азовское море. А потом только в Сочи. А потом подумали, ну у нас есть несколько причин, но одна из них сейчас жарко, а потом будет еще жарче. Нам переваливать горы в более жару такую, да, сильную и хуже будет, чем сейчас. Поэтому нужно сначала ехать порасплекаться, потом поехать отдохнуть, а потом с моими силами в обратный путь. Правильно? Правильно. Так что едем сейчас еще два дня, может даже и три до Красной Поляны. Все чем-то заняты, да? Учись, учись. Остановились мы тут по пути набрать водички. Мы постоянно останавливаемся где-то вдоль дороги, вдоль трассы. У людей в колодецах набираем воду, просим. И вот тоже выезжаем как раз через село, будем набирать водичку. Здесь у дороги продают черешни вкуснющие, абрикосы по 100 рублей килограмм. Боря говорит, сейчас по 5 килограмм всего возьму. И будем объедаться, ребята. Она сладкая? Конечно. Черешни и абрикосы. Да, абрикосы! Ага, представляешь. Абрикосы! Даже абрикосы! Боря, ты все у людей забрал. Как ты вот это, не стыдно тебе? Не стыдно тебе? Я сейчас тебе дам попробовать. Смотри, чтоб оно не испортилось нам. Что это? А ну попробуй. Абрикос? Самый натуральный, в печи сушеный. Ммм, классная вещь. Свежий будем здесь и есть. А вот эти домой заберем на зиму нам. Класс! Вот это вкуснятина! Сушеные в печи абрикосы. А мы договорились, что на обратном пути взял Боря телефончик, купил вот этих сушеных абрикосов у этого мужчины. Это они сами делают. Такие вкусные сушеные абрикосы. Видно еще сладкий сорт. Ухня мокрая весь. В сушилке таки не получается. Как вы тут живете, непонятно. Это жук? Носорог? Нет? Нет, не жук-носорог. Здесь говорят, их куча. Тема нашел. Мам, тут вообще таких полно. Да? А как? Он может лазить по руке. Да? Да? Не кусается. Он просто царапается ручками этими лапками. Он лазит, он может сюда лететь. Не помню, как он называется этот жук. Носорог? Нет, это не носорог. Олень? Нет. У оленя тоже такие эти. Хочешь потрогать? Просто цепляется лапками. Цепляется, цепляется, но не кусается. Ай! Я не могу кусать с собой еды. Почему? Можно, только если... Не, ну лучше конечно не брать зачем. Он живет на своей родине. Вот изучил его и все. Классно. Так а Паша такого же берет, только умер тоже? У нас такие нету. Угу. Здесь такой ползает. Я в детстве любила реагации. Давай, мама Семен. Зачем? Он же умрет. Зачем, Саша? Зачем? Это же его родина. Классный жук такой. Да. Да, здесь у него родина, семья его. Понял? Что-то птичка, Аня. Ку-ку. Вы что делаете посреди дороги? А что? Мам, что-то птичка. Где? То не птичка. Маленькая. Что вы делаете? Похоже на птичку. Эй, малышня карандашня. Похоже на птичку. Я не поняла, мы едем в путь или не едем? Нет. Что лежим? Никто уже никуда не едет? Уже все. Странно. А что это вы так? Нет. Вроде вот до моря рукой подать. Нет. Не хочешь? Уже просто приехали. Да? Это наше море. Вот море. Одно на всех. Да ладно, мы кушать будем супчик. Супчик будем кушать. Не пугай нас никого. Мы не поломались. Все хорошо. Вареный утром. Да, супы досырел. Супчик гречневый. Это мы специально поселили, чтобы Боречка мог. Супчик, голубчик, красивый, тарелочки. Посидеть, поползать. Малыши. Супчик. 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 И следует всего как у себя. К одному краю коврика подползет, ко второму краю коврика подползет. Мы его тут подкармливаем. Говорит, папа, подними меня. Вообще, зачем ты ко мне... Давай. Давай, давай. Ты он молочко покушал? Все. Тихо. Танцор. Да, танцует, сидит. Вкусно? Вкусно? Да. Вкусно? Вкусно, да. Вкусно, да. Мама гречневый супчик сделала вкусный-вкусный. Так приятно суп в дороге кушать. У меня теперь тактика выработалась. Я утром варю суп, потом днем мы его съедаем первым. Он у нас стоит в машине и прям горяченький супчик мы едим. А уже под вечер я грею подливку, овощи и крупу какую-то едим. И так удобно очень. Вот уже довольно таки много, видите, полей засаженных. Пшеница, кукуруза. Что мы там еще видели? Подсолнухи. Подсолнухи. Вот сразу чувствуются жаркие страны. Жаркие районы. Районы, да, да. Вот прям засажено, засажено, засажено. Собирают овес, рожь. Все уже готовое к сбору. Да. Вот целое поле подсолнуха. Впервые вижу так красиво оформленное кольцо. Да. Посажено. Вот смотри. Да, да, да. Вообще очень красиво. Ну дальше пошла, конечно, кукуруза. Но кольцо плевое, слушай. Да. Надо было покататься так вокруг него немножко. В фильмах когда видела вот такие поля. Так, здорово. Такое чувство. Не знаю, мне очень приятно видеть это. На поле очень много. Салон уже, скуха. Тебе тоже нравится, да? Да, очень классно. Ассоциация какая-то такая добрая, что такое светлое, хорошее. Не знаю. Зажиточности, чувство зажиточности. Такое, не знаю, с семьями, знаешь, когда на поле. Хорошего урожая чувство на поле. Да, да, да. Перед нами в пяти километрах от нас Краснодар. Но мы в него не заезжаем. Далеко же мы забрались, а? Далеко, далеко. Мы едем сейчас в горячие ключи. Вот горячий ключ. И здесь начинается перевал через горы. Кавказские горы. Правильно, папа? И мы их вечером возьмем и будем вечером на море. Станем там, покушаем. Температура воздуха опустится, солнышко сядет. Имеется ввиду в горячих ключах. Да, 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 в горячих ключах. Покушаем. И потом рвойдем через горы. И потом через перевал, пока будет вечерок, поедем. Да, мы же сначала хотели ехать на море, мы уже говорили. Но решили сейчас сначала туда. Походили, да. Решили, что уже перед обратной дорогой отдыхать будем. Сейчас едем развлекаться. А потом отдыхать. А потом отдыхать после развлекухи. А потом домой. Всем, кто в Краснодаре живет, привет от нас огромнейший. К сожалению, мы к вам не заедем. Мы к вам пролетом. Да, пролетами Волгоград и Краснодар так получилось у нас. На обратном пути будем смотреть? На обратном пути смотреть не будем. А мы едем в другую сторону. Не-не-не, в Краснодар же мы будем назад сюда возвращаться. А назад с этого? С Голубицкой? Да, да. Поэтому... Кстати, а мы сказали, что в Голубицкую едем? А не в Йейск. Короче, не помню. Сказали, нет, мы едем не в Йейск, а станица Голубицкая. Да, по многочисленным просьбам читателей. Не просьбам, а советам. Да я шучу, какие же читатели. Понятно. Смотрители. Смотрители? Да, по многочисленным советам в инстаграме мы выбрали станицу Голубицкая для нашего отдыха. Вот вчера помылись, а сегодня уже грязные... Комары. Комары и мошки. А вот теперь точно видно горы спереди. Смотрите, какие горы. Мы у вас едем. Ходосивые-ходосивые. Красивые, да. Очень красивые. Неужели мы сюда доехали, а? Едем и сами не верим, что мы сюда добрались. Добрались. На улице прохладно. Хорошо. Хорошо для двигателя. Да. Ну вот они, вот они вблизи. Начинаются Кавказские горы. И вот-вот мы начнем ехать в гору и в гору, по кочкам и по кочкам. Благо Господь восслужил нас хорошей погодой. Надеемся, что двигатель не будет перегреваться. А в обратную сторону мы уже ехать будем не через горы. Поэтому хорошо. Какие красивые. Вот, сейчас вот здесь встанем. Да, сейчас мы будем кушать. Покушаем. И будем ехать дальше. Попробуем вам что-то снять, но темнеет. Видите, быстро. Ребят, впереди меня Кавказские горы. Начало. Перевал за горячим ключом. Мы стали покушать. И собираемся 60 километров проехать до Джугбы. А потом еще до горячего, до Красной Поляны. Таня, до Красной Поляны мы идем. Сейчас вот спрошу у Танюшки, правильно ли я сказал. Потому как она тут готовит кушать, моя хорошая девочка. Мы до Красной Поляны, да? Ага. Хорошо, мы вроде объявляли уже тысячу раз. Не, я просто тут снимаю и думаю, правильно ли я сказал или нет. А, да, да. Красная Поляна. О, наш первый помидориус в этом году, Лиус. Свежу Лиус, вернее в этом сезоне. Взяли килограмм помидорчиков. Но из-за того, что нам сейчас на диете много нельзя. И также фруктов. То мы по чуть-чуть. Один помидор разрежем на всех. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Просто мы уже месяц на диете, в принципе, очень долго. И так по чуть-чуточку, по чуть-чуточку будем. Но грубые нельзя овощи. Например, капусту, морковку пока нельзя сырые. А помидорчик он мягкий, нежный. Давайте, давайте готовьте кушать. А мы скоро покушаем и поедем. Да здравствуйте, Рпантин и горы. Как же здесь красиво. Ребята, мы через горы едем. Смотрите, как красиво. Очень бы сейчас много красивой природы. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова 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 Двигатель нормально себя ведет, и давление нормальное больше двух. И вот это уже третий день еду. Отлично. А сейчас нормально? Да. Термостат вытащил, двигатель быстрее остывает. И меньше греется. Я говорю, может, мы чего-то не понимаем с тобой, а? Нас пугали такими дорогами. Может, еще все впереди, может, мы чего-то не знаем. Не знаю, может быть, потому что до Слюдянки, там еще хуже. До Слюдянки, там еще, там такой. Не, ну так же, так же, наверное, да. Не, не так же. Там более, более крутые есть. А здесь как-то, ну, едем, ну и едем. Ну да, круто, ну да, немножко медленнее, чем на трассе. Может быть, скорее мы чего-то с тобой еще не знаем. Может быть, мы только-только у подножки. Да. Мы будем держать вас в курсе. Что кричим, Аня? А? Что кричим? Нравится? Нравится так, да? Бум! Светлый за каждое слово. Пошли. Ну, туда посмотрим. Куда? Поздно. Упустила. Привет, Джубка и все, кто здесь живет. Неужели мы добрались через эти горы? Так легко нам дался этот переезд. Аквапарк в Джубке. Нам не сюда. Мы в Геленджик поедем в аквапарк. Самый большой аквапарк в России, крытый, ой, не крытый, открытый. И он входит в пятерку лучших в мире. По крайней мере, такая информация в интернете ходит. И нам вот мы очень сильно советовали поехать именно в него. А вот так выглядит Джубка. Ой, не спеши. А ты мне ж красный. Немножечко поснимаю вам, как выглядит Джубка. Все для туристов. Все, что хочешь. Или хочешь. Или как угодно. Лишь бы вы здесь... Здесь даже пингвинари есть. Да. Дельфинарий, пингвинарий. Прям удивилась я. Все, прощает Джубка. Нам дальше. Где что? Море. Едем и едем. А море не видно и не видно. Там, там море. Вот там. Море с правой стороны. Но когда мы на него выехали, мы вижу. Да. Ну, сюда не видно. Здесь не видно. Сейчас мы к нему должны выехать. Рано или поздно. Черное море. Черное море. Ура. Черное море. Ура. Привет, Черное море. Мы добрались к тебе. Ребята, поздравьте нас. Мы возле Черного моря. Семья Промчатка на Черном море. Ура, ура, ура. Мы сделали это. Мы сделали это. Вместе мы кто? Сила. Сила. Господи, спасибо тебе за благословение. Ребята, не бойтесь кавказских гор-перевалов. Если мы сюда сделали это буханкой, вообще ничего. Я вас приглашаю поехать на Байкал. Ну, вот там перед, то есть Людянке, как будете спускаться, с Иркутской, через Шелик, вот там серпантин. А это так. Это цветочки. Вот у нас ягодки. Как же здорово. Здорово, здорово. Здорово. Ого. Здорово? Ого. Здорово. А, ну здорово. Людям так везет, что они дышим. Везет? Да. Привыкаешь ко всему, Анюта. Ко всему привыкаешь. А они думают, как нам везет, что вы на Байкале живете. Да. Так близко и так далеко. Это море. Едем вдоль него. А остановиться не можем. Потому что нам сегодня нужно ехать на Красную Поляну. Хотим добраться. Чтобы еще один день не потерять. Да. Поэтому нужно ехать и ехать и ехать. Уже с завтрашнего дня на Красной Поляне побудем, на канатной дороге, в горы поедем, на ней. А уже потом будем морем наслаждаться потихоньку. Интересно, такой памятник или что это? Типа какой-то ракеты. Ага. Не могу понять. То ли мы в Джупбе еще едем. Нет, вроде что это. А, это Орленок. Нет, это всероссийский центр Орленок. Проехали мы только что. А где мы едем? Что это такое за место? Вроде не город. Но вроде бы и не трасса. Непонятно немножко. Так, я Новомихайловский. Новомихайловский. А, да, вот он. Новомихайловский. Все, понятно. Окей. Узкие улочки, крутые повороты, серпантин. Здесь даже похлеще серпантин, чем на горах. Чем через горы. Да. Более крутые повороты. Ну вот это, наверное, им нас и пугали. И что это было такое? А пропускают. А представляешь, что так вот будем ехать все 200 километров? Нормально. А что плохо? Красиво очень здесь. Здесь настолько красиво, что закрываешь глаза на этот серпантин. И даже спать не хочется. Да, и спать. Как на трассе. Встань на трассе и начинаешь клевать носом через 20-30 минут. Однотонность, особенно от Новосибирска до Челябинска. Болото и комары, болото и комары. И одна и трасса. А здесь получается красиво, опасно, бодряще. Да. Моря говорит, нас нагоняет большая черепаха. Очень большая и очень длинная. Ну да, обгонять-то она собралась, большая черепаха. Здесь негде. Совсем-совсем негде. Вот это третий еду. Спокойно, в натяжку. Третья передача. Я еще вторую не включал и первую. У меня еще они в запасе. А еще пять пониженных. А это мы в гору идем. А, это мы сейчас будем уже спускаться к морю. И там уже вдоль побережья будем все время ехать. Ну вот это, я вам скажу. Вот это похоже на серпантин на Байкал. Только тут узко. А там чуть шире. Да, здесь очень узко. Вот это похоже. Короче, не испугал нас этот серпантин совершенно. Очень красивый серпантин, кстати. Очень красивый. Очень красивый, узкий, живописный. Да, вот правильно слово, живописный. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Свернул DimaTorzok 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 в жизни такие огромные заборы. Ой, заводы. Ребят, спасибо всем, кто волнуется за нас. В инстаграме выложили видео, что мы едем. Днем еще все начали писать, ребята. И, короче, волноваться. Много советов давать. Мы читаем ваши комментарии. Мы учитываем ваши пожелания. Но, видите, если мы сейчас эту дорогу не проедем ночью, то днем мы будем здесь просто закипать. И днем здесь будут пробки. Посмотрите, что ночью здесь делается. Посмотрите, сколько машин. Ну, сейчас начало 10-го. Это не ночь. Ну, я имею в виду, самосуть. Это не мы одни такие. Сзади меня идет колонна машин 8-10. Прямо за нами фура. Погода хорошая. Мы бодрые. Горя говорит, здесь хочешь, не заснешь на дороге. Потому что экстрим такой, что ого-го. Ну, много поворотов. Постоянные повороты, постоянные притормаживания. Это не трасса, где ты встал и сидишь 10 минут. У тебя ничего не меняется. Тут каждую секунду меняется обстановка. Знаки, населенные пункты. Поэтому мы едем. Хотим все-таки сегодня добить до Красной Поляны. Лучше завтра выспимся. Сегодня дети в машине заслут еще. Посмотрим, сколько-то у нас времени займет. У нас осталось до Красной Поляны 170 километров. Поэтому едем. Здравствуй, Сочи. Только что-то не понять. Это же до города Сочи еще далеко. Далеко, значит, это нас предупреждают, что мы едем в Сочи. Спасибо, спасибо за предупреждение. Остановились мы на Роснефть и заправочке в туалет сходить. Вышли. Чувствуем, пахнет маслом. Говорит, Боря, такая же проблема, какая была. Второй как-то обжим, да? Вторая обжимка, но там просто из-под нее сочится, облило передний кардан. И типа на этот... А масла-то у нас нету? Коллектор. Может, здесь купить масло пока есть? У меня есть масло. Купили? У меня масло не вытекло. Скажу сразу. Будете ставить, у меня даже нос, на губы, плюс на масло. Будете ставить на масляный радиатор шланги заводские, вот эту заразу обрезайте сразу. Потому что у меня вот отсюда сочится масло, прямо из-под обжимки. Просто сочится масло. Это обжимка. Вот тут идет штуцер, который вкручивается. Это наконечник шланга. Из завода его обжимают... Плохо. Не скажу. Плохо. Очень, очень и очень плохо. Вот так скажу. Это будет литературно и правильно. Злачные поля сейчас по-любому тормознут. Ну-ка, смотрим. Тормознут, тормознут. Ну, не тормознут. А что они ждут кого? Слушайте. Я еще столько гаишников на одной станции не видела. Вот честное слово думала о тормозах. А я же сказал, не тормознут. А они как будто нас не видят вообще. Серьезно. Вот сколько едем. Я тут была 200% уверена, что тормознут. Вот это вытворяют. До Сочи 86 километров. Вот что нам в сборе очень здесь нравится. Это качественно сделанные дороги. Дороги и разметка. Да, разметка, знаки. Разные эти. Светящиеся указатели. Света. Все, да. Все, все, все. Очень, очень классно. Молодцы. В этом плане, конечно, молодцы. Позаботились о безопасности водителей. 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 Дорога, конечно, сложная. Но если не спеша ехать, будь внимательна на дороге, то, в принципе... Вот, смотри, поворот. Похоже на тещин язык. Да, кстати. Там, где медовая щель, вот знак указать. Да. Почти такой же, как тещин язык. Но при этом множество машин ездит. Сейчас 11, примерно 30 по московскому времени. А мы все едем и едем. И конца и края не видно. Все спят. Я пытаюсь тут спать. Не люблю спать в машине. Не могу, вернее. Я от каждого поворота просыпаюсь. От каждого ухапчика ямочки. Думаю, так, что, где, куда, что делать. И что происходит. Поэтому не знаю. Боря еще бодрячком держится и едет. Нормально. Нормально ты, да? А я уже выключаюсь. Боря на черном чае сидит. Закончился давно. Закончился? Ну, какой ты. Я сейчас попробую снять, в каком это мы городе. Где это мы проезжаем? Не могу понять. Карту мы уже давно выключили. Потому что здесь одна дорога. И ведет прямо, прямо, налево, направо, напрямо, налево, направо, прямо. Поэтому буду сейчас ловить указатели вам. Это мы ехали по Головинка. Головинку проехали. Едем дальше. По карте совсем без понятия, где мы. Но точно знаю, что 35 километров... О, 33 уже километра до Сочи. Вот знак. Опознавательный. В Сочи 33 километра. Почти приехали в Сочи. Здесь говорят, где-то объезд должен быть перекрыто Сочи. А у нас снова воняет маслом. Сейчас Боря скажет, что там такое. Ну и что там? Чего воняет? Масло горит. Где? А у нас правое заднее колесо. Правое заднее, когда сальник потек. Ну. Там весь диск, все полностью, ободок от диска. То есть все там забросало масло. А мы сейчас долго спускались. Тормоза нагрели, диск. И масло дымит. Понятно. То есть с машиной все нормально. Это просто обгорает. Ну и слава богу. Теперь вот смотри на карту даю тебе. Давай карту. И решай, как ехать будем. Едем мы не через Сочи сами, а в объезд. По дороге в обход Сочи. Обход Сочи. Есть прям такая дорога. Нам в Сочи не надо. И через город мы ехать не хотим. Да. Я впервые в жизни буду ехать в туннели. Ой, какой красивый. Здорово. Здорово. Да. Все время мечтала поехать в туннели в каком-нибудь. Ага. Изобилие туннелей. Какая ж красота. Там кто-то говорит, что за нами по веб-камерам наблюдает. Мы пока едем, в инстаграм выкладываем видео. Пишут в инстаграме ребята. А, говорят, их можно в веб-камеры видеть. Вот здесь вот везде камеры видно. В туннелях везде. Не знаю, короче. Где-то нас там видят. Мы же в инстаграме постоянно выкладываем, где мы на данный момент находимся. Вживую прям. Вот люди там могут отслеживать по карте. Этот туннель такой жаркий по сравнению с тем. Светлый. Светлый прям. Там желтый цвет. А здесь такой более белый. Здесь такие интересные спортивные фигуры висят. Вот хоккеист. Конькобежец. Это кто? Хоккеист, да? Лыжник. Еще один лыжник. Прикольные фигурки такие поделали. А здесь на участке пальмы растут. Птицы. Такие красивые. И птицы летают. Вот только не мы понятия. Это то ли они к чемпионату по футболу подготовились, то ли у них все время такое. И эти пальмы, они живые или искусственные? Мне кажется, живые. Здесь много где растут пальмы какие-то, такие дикованные деревья. По пути видела. Только что было написано, что это Адлерский район. Нет, там белый. Адлер, да? Да, Адлер. Мы уже в Адлере. Слушай, а оно что, один город другой перетекает как-то, Наверное. Как у нас. В село, в село. В село, в село. Интересно. Адлер ночью. Какое-то здание. Вокзал. В Адерже. Красивый какой вокзал. Вот дневной город не очень люблю, а ночной люблю. Всегда любила ночной город. Много огоньков. Красивый. А тут на мосту сплошные футболисты. Милиция везде. Которая нас почему-то не останавливает. Она нас в ухор не видит вообще. И слава богу. Финишная прямая. Да, только хотела сказать. С языка у меня сорвал. Мы на финишной прямой. Туда Адлера рукой. До Красной Поляны рукой подать. Сейчас мы будем двигаться по вот такому шикарнейшему шоссе. Просто великолепно. Это будет конечная точка нашего путешествия туда. Из Красной Поляны теперь будет назад. Да, назад через какие-то места. Самая дальняя точка эта наша будет. Ого, здание сделали. Это мы сейчас... Казино. Это казино. Эсту Садок. Ого, казино. Серьезно? Это казино. Да. А это? А это ВТБ банк. Ого, слушайте. А это? Слушайте, какие здесь здания. Казалось бы. О, Сбербанк есть. Скоро банк. Какие хочешь банки есть? Как раз Боря проснулся. Ой, хорошо. Скоро роза футер будет. Мы почти приехали уже. Реально здесь красиво так. Прям целая своя архитектура. Вот здесь вот давай мужичков спросим. Где здесь кемпинг? Здесь получается роза футер стоит на берегу реки. С двух сторон. Вот такие все здания. Все очень красиво, но единственное, что здесь негде встать. Вот мы ищем, 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 ищем. Разве что с этой стороны под лесом где-то. Видишь, где трасса идет. Вообще негде встать нам налево. Туда нельзя, там кирпич. Кирпич? А куда же тогда можно? Слышите, ребята, проблема встать. Ой, а тут вот сразу подъемники. Это которые нам нужны будут. Да, задачка. Большая задачка. Ну и что, нашел место? Да, сюда и заезжаем. Ну, слава богу. Здесь бесплатная парковка какая-то. Здесь нет вообще никакой. Нету, да? Нам сказал мужичок, что сюда можно заехать. Попробовать. Не, по карте здесь бесплатная парковка. Все держимся, ребят. Главное, что нам вбиться здесь можно будет. Вот, великолепное место мы нашли. Если смотреть же, здесь вообще ничего нету нигде. Все везде бетон, асфальт. И платные парковки, на которых тоже толком не станешь. Что мы великолепное место нашли. Завтра, ребят, покажем, какое место нашли. Все, давайте будем прощаться. Пока-пока. Сейчас выложу еще видео в инстаграм, что мы остановились. Пока. И будем раскладываться, ложиться спать. Все, до завтра, пока. Субтитры сделал DimaTorzok